Про шхуну Испаньола надо сказать, потому что она очень много играет на уровне какого-то действующего персонажа вполне себе. Шхуна Испаньола описана как 200-тонная какая-то двухмачтовая шхуна. Когда я говорю «какая-то», потому что шхуна отличается от всех остальных кораблей наличием основного косово-парусного вооружения. Которым можно управлять, я так понимаю, прямо с палубы. То есть для этого не нужно по банкам никуда яростно лазать. Плюс, да, она из-за косово-парусного вооружения, так называемого латинского, может идти очень круто к ветру. То есть практически против ветра может двигаться. Но бывали еще марсельные шхуны, когда у тебя косы паруса внизу и марсы сверху обычные прямоугольные. Но тогда вот к марсам-то пришлось бы лезть в любом случае наверх и именно сверху ими оперировать. Мы не знаем про Испаньолу ничего. Знаем, что две мачты, 200 тонн. И, кстати, это совершенно нормальная рабочая лошадка торгового флота. Кстати, заодно и пиратского флота. Вот в то самое время, потому что для торговца самое главное что? Минимизировать расходы. А если у тебя не нужно лазать наверх по мачтам... То и команды не так много. Конечно. И самое главное, у тебя пропадают высокооплачиваемые марсовые специалисты. То есть матросы, которые могут, имеют правильную квалификацию, чтобы лазать на эту адскую высоту и с большой вероятностью там не убиться. Про вооружение самой шхуны, насколько я помню, не говорится. Говорится, конечно. А как же у нас канонир Израиль Хэнс? Из чего он там стреляет? Он там стреляет. Ты не гоняй! Израиль Хэнс! Нет, там прямо перечислено оружие. Там сказано, что на шхуне была медная 9-фунтовая вертелюжная пушка. Которую по все стороны может... Правильно я понимаю? Для, опять же, человека, плохо разбирающегося, ты представляешь себе именно вертелюгу. То есть штырь, который вставлен в некое гнездо, и на этом штыре стоит пушка, которую можно повернуть и пальнуть куда-нибудь. Зачем? Зачем? Они собирают пушку. Ты еще глазами глазами так... Зачем? Они будут стрелять! Раз, два, раз, два, раз, два! Табань! Да, так вот. Это не совсем так, потому что для 9-фунтовой пушки это очень дохрена вообще-то. Не бывает штырей, которые могут ее удержать, особенно при отдаче. 9 фунтов – это тяжеленное здоровое орудие. Когда мы говорим про эту самую вертелюгу, это такой из бронзовых полос рельсы в виде полукруга или, может быть, круга, на котором стоит деревянный лафет с колесиками. И вот эти колесики вот так вот можно поворачивать, да. И эти пушки реально использовались только не в 18 веке, вот про которые мы говорим. Может быть, в конце 18 века они уже были. Очень удобное было, именно для фрегатов, не для линкоров, это было очень удобное вооружение, которое ставили в носу и в корме для ретиранного и погонного огня. 9 фунтов – это здоровый калибр, без дураков. Это, конечно, не 12-фунтовая пушка, но, внимание, сухопутная средняя артиллерия в то время была 8 фунтов, а это 9. Сухопутная артиллерия делилась на, ну, в основном, были разные артиллерийские системы, но в основном и в среднем 4, 8, 12. Ну, 12 – это уже вообще монстр-пушка, 8 – это средняя пушка, а вот морская английская 9-фунтовая, она, представляете, на фунт, то есть на 450 грамм давала выстрел тяжелее, чем 8-фунтовая. И весила она вообще-то много. Это такая штука, которая за тонну будет весить с лафетом. И у нее был очень длинный ствол, который мог, даже когда у тебя, ну, понятно, тебя догоняют, ты ведешь ретирантный огонь, ты догоняешь, например, в качестве крейсера, ведешь погонный огонь. Вот длиннющий ствол и довольно солидное ядро могли нанести вполне конкретные повреждения кораблю цели или преследующему кораблю. То есть, это военное тяжелое снаряжение, которое что-то делает на торговой шхуне, интересно мне вот такой вопрос. Кстати, для такой шхуны вполне возможно были бы несколько, там, одна, две, может быть, четыре пушки, но это были бы пушки 3-4-фунтового класса, маленькие. Для того, чтобы как раз, если тебе пираты на какие-нибудь абордаж полезут, просто можно было картечью шарахнуть в упор. Там чисто отмахаться и сбежать. Да, если выйдет. Словом, мне лично кажется не то, что слабовозможным, а невероятным, чтобы на такой маленькой шхуне стояла 9-фунтовая пушка. Ну и тем более, вот если я правильно раздедуктировал, что это за пушка вообще имелось в виду, так это вообще и адский анахронизм. И в 18 веке, настолько раннем 18 веке, просто физически еще не было. Вот не было и все. Это где-нибудь при Наполеоне. Могли бы затащить. Да, ну опять же, странно, на такой маленький корабль такой ставить, но если бы это было не так, не было бы эпической бомбардировки форта. Потому что маленькая пушка туда бы просто не дострелила. Они целятся на флаг. И его надо спустить. Спустить флаг? Гордый морской обычай. Не позволяет спускать флаг во время сражения. Время сражения никогда. Продолжение истории про Испаньола. Всегда меня интересовало, насколько сильное художественное преувеличение, что один паренек, Джим Хокинс, смог ее в итоге угнать. Это вообще реально, нереально? Я даже вот прям так вряд ли смогу сказать, потому что для этого нужны практики этого самого нашего морского дела, аутентичного всякого разного 18 века. Слава богу, у нас есть фрегат «Штандарт», который плавает, и есть делеграция шхуна, чешская шхуна, которая была у единственного настоящего чешского пирата. Ничего себе. Вот. Ну, это понятно, не она, ее косплей очень удачный. И там наши люди постоянно ходят на них, и они бы могли многое рассказать по поводу того, как с этим стоячим и бегучим такелажем управляться надо. Но, как мы уже отметили, шхуна, она прекрасна тем, что можно все сделать с палубы, но чтобы угнать парушную шхуну, этот паруш нужно как-то поднять. А я вот очень сильно сомневаюсь, что один паренек смог бы… Условно, 12-14 лет. Ну, там 12-13-14 лет, то он один смог бы поднять на шхуне хотя бы пару парусов, чтобы дать ей ход. Даже если он знает, как это делать, как их там разворачивать, чтобы поймать ветер, как рулить штурвалом, есть сомнения в чисто физической возможности такого рода. Кстати, довольно странно и то, что такое количество шлюпок, там же три шлюпки, аж на шхуне. Ну, он туда доплыл, наверное, на суднышке. Да-да-да-да-да. Но на такой шхуне была бы одна шлюпка. Одна шлюпка и, может быть, ялик бы какой-нибудь для разъездов болтался бы за кормой, потому что три шлюпки. Но если бы их было меньше, не получилось бы интриги с тем, что часть экипажа уехала на остров, а потом все приличные люди еще на одной шлюпке свалили. Еще осталась. Еще и еще одна осталась. То есть, это что-то очень много шлюпок для такой небольшой шхуны, какой была Испаньола. Но, что характерно, это Испаньола реально, ну, такого размера корабли, реально через Атлантику туда-сюда ходили без вопросов. То есть, ей мореходности и автономности вполне хватало для этого. Хотя выглядит она достаточно скромно, да? Да-да-да. Ну, 200 тонн – это ни о чем вообще. Продолжение следует...